Итак, запись включена. Добрый день всем еще раз. У нас с вами за плечами лекция по урану в знаках зодиака. Мы с вами к интересной информации прикоснулись, к информации, которая окрашивала, описывала, нам с вами давала понимание истории поколений, давала понимание детей, которые родились последние 8 лет и которые рождаются сейчас. И сегодня у нас с вами двойная тема Нептун в знаках зодиака и Плутон в знаках зодиака. Две самые высшие, самые далекие, самые медленные планеты в астрологии, которые исключительно глубоко, интересно описывают также исторические этапы, которые мы проживали, характеристики поколений. И это мы сейчас с вами масштабно обсудим так, что вы поймете весь 20 век практически как на ладони. Ну и сейчас начало 21 века тоже. Значит, для начала нам нужно еще раз посмотреть на планеты и Солнечной системы, немножко здесь сориентироваться. Значит, мы с вами знаем, что есть две планеты-гиганты. Это Юпитер с оборотом 12 лет, Сатурн с оборотом 29,5, около 30 лет. Эта планета у нас с вами социальная. Значит, вот эти планеты выглядят вот так. Красивый, вот такого голубого цвета, это Уран, имеет оборот уже 84 года. И мы с вами говорили, что, наверное, Уран последняя планета, ну, первая из высших, но в целом последняя в Солнечной системе, которая доступна нам с вами для понимания, описывает какие-то понятные процессы нашей с вами жизни, потому что оборот Урана – это 84 года. Это хорошая такая оптимистичная продолжительность жизни человека. Давайте посмотрим на Сатурн, перед ним, предшествующий. Оборот Сатурна – 29,5 лет. То есть, на самом деле, что такое хорошая продолжительность жизни с точки зрения астрологии? Это один оборот Урана, около 84, или это три оборота Сатурна? Вот Сатурн, как Кронос, как хозяин времени в астрологии, действительно нас с вами проводит по трем кругам своей жизни. К 30 годам человек становится взрослым, детство кончается в 30 лет, в 30 лет серьезный кризис у человека наблюдается. Это первый оборот Сатурна, когда, по моим ощущениям, знаете, на нашу жизнь даже сильно еще влияет карма предыдущей жизни. Мы еще как будто бы не отвязались от какого-то старого багажа, в том числе кармического, в первые 30 лет. Мы еще достаточно сильно зависим от родителей, мы еще не так независимы. Дальше мы с вами проживаем вторую, срединную, возможно, золотую эпоху Сатурна. Это его второе возвращение, условно говоря, от 29 до 58. Если говорить огрубленно, от 30 до 60. Второе возвращение самое золотое, зрелое. И потом третье возвращение Сатурна, к сожалению, период угасания в жизни человека. То есть, вот эти планеты нам понятны, Сатурн и Уран. Когда же мы перемещаемся вот к этим двум планетам, Нептун и Плутон, то уместно вспомнить их время оборота. Время оборота Нептуна 165 или что-то около этого лет. То есть, это в два раза больше оборота Урана. И это уже в масштабах человеческой жизни запредельная величина. То есть, эта планета уже не человеческая, она сверхчеловеческая. Она вообще не из нашей жизни, не из этого мира. Уран, например, планета, будем считать, еще нашей жизни, нашего мира. Это планета интуиции, это планета озарения, это планета дружбы, это планета науки открытий. То есть, понятная планета. А вот Нептун, Нептун это планета экстрасенсов. Нептун это хозяин знака рыб, как вы знаете. И рыбы живут одной ногой в этом мире, а другой ногой не в этом мире. Они инопланетяне на самом деле. Они не из этого мира, они из другой параллельной вселенной. Вот Нептун, это уже запредельная планета. И Плутон тоже. И фактически они вдвоем вместе. То есть, грубо говоря, сколько у нас планет до Урана, Нептуна? Давайте смотреть. Солнце мы считаем планетой. Солнце раз, Меркурий два. Венера три. Вместо Земли мы с вами учитываем Луну, которая вокруг нас бегает. Значит, Луна четыре. Марс пять, Юпитер шесть, Сатурн семь. Ну да, мы же знаем, что у нас семерка видимых планет. Уран восьмой. Уран первая невидимая планета, восьмой всего. То есть, восемь планет более-менее нам понятны. Семь из них видимых, они вообще должны проявляться в жизни каждого человека. В принципе, ситуация такая. Семерка видимых планет, септенор, должны проявляться в жизни абсолютно любого человека. Независимо от социального уровня достижений. Вот просто от бомжа до царя. У всех есть и Сатурн, и Юпитер, то есть семерка видимых. А вот высшие планеты уже проявляются далеко не у всех. Интересно поразмышлять на эту тему, как, например, у самого неудачного, самого большого неудачника, как будет проявляться Юпитер. Если взять какого-то, не знаю, человека без работы, без жилья, без семьи, без чего бы то ни было вообще, который, не знаю, ночует в коробках на улице. А мы говорим, что Юпитер есть у всех. Раз это планета видимая септенора, значит, она есть даже у него. Вопрос, а в чем же она у него? Если у него не то, что богатства нет, вообще ничего, никаких радостей, никаких подарков, ни семьи, ни денег, ни жилья, ничего, какой же тогда у человека Юпитер? Это такой вызов творческий для острова, сможете объяснить или нет, в чем же, собственно говоря, Юпитер? А Юпитер – это чувство справедливости и чувство закона. И даже такой человек может оскорбиться, если вы с ним будете общаться, ну, как-то обидно, неподобающе. Он может оскорбиться. Почему? Потому что у каждого человека есть чувство справедливости, чувство понимания закона. Праведных действий или неправедных действий. Что я хочу этим сказать? Что планеты септенора, в отличие от высших планет, это то, что доступно любому человеку, абсолютно любому, вот самому-самому там, невезучему. То, что есть у всех. Ну и Сатурн, как бог времени, в любом случае, есть у всех людей, как планета, которая отвечает за умение решать задачи, неумение решать задачи, организованность, неорганизованность. С этим все окей. И с Ураном тоже. А вот Нептун, Плутон, это планеты, которые включены не у всех, работают не у всех, описывают какие-то выдающиеся, аномальные, запредельные таланты. И эти две планеты, они действительно настолько далеко, что они, в общем-то, совсем в стороне от нашей с вами жизни. Вот, и описывают настолько крупные реалии, что это уже чрезвычайно поколенческие реалии. Или если эти планеты описывают таланты человека, то это таланты, которые могут сделать человека звездой, богачом, миллионером, уникальным человеком. Ну и прежде чем мы пойдем в первой части трактовать Нептун по знакам Зодиака, нам нужно понять несколько вещей. Первая вещь, я хочу, чтобы вы зрительно запомнили вот эту вот ситуацию, которая касается орбиты Плутона. Все планеты Солнечной системы до Нептуна, то есть 9 планет, они вращаются примерно в одной плоскости. Плюс-минус несколько градусов, до 5-7 градусов. Плутон, который считали планетой до определенного времени, лет 10 назад его где-то разжаловали. Плутон первое небесное тело, которое резко выбивается из плоскости эклиптики. Эклиптика, как вы знаете, плоскость, по которой Земля вокруг Солнца ходит. Ну и в целом возле эклиптики все планеты. То есть Плутон своей орбитой, тем, что у него наклон, вот такой вот выдающийся заметный наклон, как ни у кого более. Этот Плутон, на мой взгляд, подает нам сигнал о том, что эта планета вообще не из нашего мира. Все, что он описывает, совершенно аномально. То есть он может описывать аномальное богатство, аномальную бедность, аномальную власть, аномальные подарки, аномальные таланты и аномальные разрушения. Все нечеловеческие, мощные, огромные, и в позитивном плане, и в негативном. То есть он вообще не в плоскости нашей жизни. Соответственно, вот мировые звезды, все люди, которых вы знаете, как мировые знаменитости и звезды, гарантированно все люди Плутона. Потому что Плутон это планета масс и миллионов. Их знают миллионы, и, как правило, на счетах у них также лежат миллионы. Вот зрительно это запомнить желательно, чтобы вы понимали, насколько аномален Плутон. Ну и Плутон, вы знаете, недавно все-таки разжаловали из планет, потому что обнаружили огромное количество небесных тел за Нептуном, которые назвали поясом Койпера. И Плутон из них, по-моему, самая крупная. Но из всех, кто есть за Нептуном, есть еще, насколько я знаю, одно небесное тело, которое вроде бы крупнее Плутона. Но пока его статус еще пока не понятен. Работу астрологов последние открытия астрономические не меняют никак. У нас Плутон как был сверхмощный и самой мощной планеты. Хотя его размер тела исключительно маленький. Настолько маленький, что можно только удивиться, потому что он размером с какой-то Меркурий. А Меркурий вообще самая маленькая планета в Солнечной системе. То есть вот какой-то небольшой кусочек материи летает чрезвычайно далеко. Так далеко, что Солнце, глядя с Плутона, маленькая точка, которая вообще не светит. Не светит, не дает света, тепла. Вот он где-то на исключительно далеких окраинах Солнечной системы. Но это самая мощная планета в Солнечной системе, в астрологическом прогнозе и в гороскопе вообще. Вот планета президентов, руководителей, генералов, королей и так далее. Которые контролируют власть миллионов. Это нам говорит о чем? Это лишний раз напоминает, что эффекты, с которыми мы сталкиваемся в астрологии, это не физические поля. Это не могут быть физические поля. То есть астрология не находится в поле исследования науки. Она там просто не находится. Поэтому наука ничего и не может про астрологию сказать. И в принципе, наверное, не должна ничего говорить. Потому что это вне ее поля. Там просто какие-то другие поля действуют. Совершенно другие. На всякий случай себе напоминаем. То есть исключено гравитационное воздействие, магнитное, тепловое и так далее. Значит, и перед тем, как мы беремся за трактовку. Вот посмотрите на то, что наклонная орбита Блутона пересекается с более-менее, ну для нас с вами, горизонтальной орбитой Нептуна. И астрологи говорят, что, астрономы говорят, что орбиты их пересекаются. На самом деле, действительно, в некоторых точках их проекции орбит пересекаются. Но они никогда не встретятся. У нас нет шансов того, что произойдет столкновение. Но тем не менее, на небольшом участке своей орбиты Плутон заходит вовнутрь орбиты Нептуна. Ну и на сегодня есть такой интересный, неожиданный достаточно момент в движении этих двух планет. Они стояли в одном знаке в конце 19 века. Мне кажется, там зарождение современного такого мира было в конце 19 века. Современного информационного мира. Они были в одном знаке, в близнецах. Потом Нептун, как планета, вроде бы двигающаяся быстрее, пошел вперед, и это было нормально. И до середины 20 века он убегал вперед. А вот с середины 20 века, где мы все с вами родились, собственно говоря, в этом интервале до сих пор, а мы уже аж чуть ли не 20 лет, 21 века прожили, то есть лет 70, наблюдается удивительная, необычная такая картина, что они идут почти с одинаковой скоростью. Что, в принципе, не должна быть, но, видимо, они проходят такой участок орбит, каждая из планет свой такой участок орбит. Ну и они и так далеки, и вообще говоря, Плутон вроде бы на 100 лет больше делает свой оборот, там 240 вместо 160 у Нептуна. Тем не менее, вот на коротком интервале, сейчас где-то лет 70, они идут на удивление с близкими скоростями. И почему это важно, когда мы обсуждаем сегодняшнюю тему? Это важно, потому что, когда мы выделяем поколение, у нас получается описание поколений не просто через то, что Нептун стоит в знаках, там, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, а то, что у нас парные значения выделяются. Причем целые поколения вот рождаются с парными значениями, когда эти планеты стоят через знак. Вот. И, в принципе, это даже есть смысл запомнить и пронаблюдать. И вы это будете видеть на людях, которые рождены, там, где-то с 40-х-50-х годов 20-го века, на своих родителях будете видеть, в зависимости от возраста, может быть, на бабушках, дедушках. И вот эти пары желательно поизучать, даже записать себе, запомнить. Это, вот, Плутон у меня слева, Нептун справа. Плутон во льве, Нептун в весах. То есть, знак активный-активный, светлый-светлый, мужской-мужской, огненный-воздушный. То есть, это поколение более, как бы, энергичное, открытое. Плутон-дева, Нептун-скорпион. Это где-то шестидесятники. Значит, Плутон в знаке трудоголиков, Нептун в знаке скорпиона. То есть, мистика, тайны, запредельные какие-то вещи, деньги, финансы, нефть. Это богатые люди, сделавшие бизнес на нефти, типа Романа Абрамовича, допустим. На колене семидесятых это Плутон-весы, Нептун-стрелец. Плутон-весы, понятно, что мощная военная волевая планета в знаке, где ее статус нулевой в знаке. То есть, это пацифисты, по-русски говоря. Это просто откровенные поколения семидесятых, пацифисты. Плутон-весах, люди, которые не любят насилие, кровь в войну. Это очевидно. Семидесятники. Открытое поколение, да? Плутон-весы, Нептун-стрелец. Плутон-скорпион, это где-то 90-е годы. Вот развал Советского Союза, образование Евросоюза в это время. Плутон в Скорпионе, сильнейшая планета в самой сильной позиции в знаке Скорпиона. Шестибальная, самая мощная в это время. Это планета смерти, Плутон, да? В самой сильной позиции в знаке смерти. Было ли что-то драматичное? Да, было. Был Чернобыль в это время, 86-й год. Был развал Советского Союза в это время. То есть, ну и, конечно, в плане мировой власти, мировой экономики, и, наверное, даже сложновато осознать, какая гигантская волна шла по миру, когда разваливался такой центр власти, как Советский Союз, и такой центр экономики, как Восточная Европа, и Советский Союз, и Средняя Азия, и так далее. Вот это Плутон-скорпионе. Но обратите внимание, мы не говорим просто Плутон-скорпионе. Мы умеем с ним говорить про пару Плутон-скорпионе при Нептуне в Козероге. Вот это поколение 90-х. То есть, поколение 90-х, оно не просто сложно, потому что планеты хаоса свободы в Козероге, Уран в Козероге, Нептун в Козероге, сложно воспринимать чувство долга, профессию, подчинение поколению 90-х, потому что планеты свободы хаоса у них в Козероге, сложно им эти темы воспринимать. Так у них еще и Плутон был, планета разрушения смерти в сильнейшей, мощнейшей шестибальной позиции. То есть, это то, что мы с вами называем Плутон-центр цепочки по владению. У всего поколения, это лет 15, с Плутоном-скорпионе, ведущий мотив это Плутон. А Плутон, это жизнь как на вулкане, это перестройки, это смерть одного, зарождение другого, разрушение одного, зарождение другого. Все поколение, рожденное в это время, это 90-е годы. Вот такое неспокойное. Но это мы сегодня отдельно с вами обсудим. Это закрытое поколение Плутон-скорпион-Нептун-Козерог. Дальше опять идет открытое. И они, на удивление, парно и очень близко, почти одновременно меняют знаки. Ну, с интервалом, там, несколько лет буквально. Значит, Плутон-стрелец и Нептун-Водолей. Что-то в районе нулевых десятых годов. Опять открытое поколение, грубо говоря. Нептун-Водолей очень интересен. Это мы сегодня с вами обсудим. И сейчас мы живем с вами в следующем, опять закрытом поколении. Сейчас рождаются дети в последние где-то лет 10. Значит, Плутон-Козерог в очень жесткой позиции, в знаке государства и власти. И Нептун в рыбах самой сильной позиции. Самой-самой сильной. Вот сегодня рождаются вот такие дети. Значит, это вы пока берете на заметочку. А мы с вами идем обсуждать функции Нептуна и ключевые идеи проявления Нептуна в знаках Зодиака. Ну, в принципе, здесь на слайде я выписал и его функции. Это то, за что он отвечает. И иногда профессии, с которыми он связан. И виды бизнеса. А если у вас Нептун активен в вашей карте. Мы на втором семестре по аспектам обсудим, что такое Нептун активен в вашей карте. А пока просто запомним эту формулировку. Если он активен, то на всех тематиках классических Нептуна человек может выстроить свою карьеру, свой доход. Своё процветание. То есть, Нептун у нас планета с вами ненадежности и обмана. Но, тем не менее, на этой планете люди делают бизнес, зарабатывают миллионы. Когда они занимаются тем делом, за который отвечает Нептун. Значит, оборот Нептуна 164 года. Двойной оборот Урана. И прожить нам столько сейчас не дано. То есть, сколько поколений должно прожить, смотря по сколько лет. Я не знаю. Если поколения по 80 живут. Ну, в общем, двойная продолжительность жизни человека. Значит, Нептун отвечает за духовность. Раз. За религию вместе с Вепитером. Два. За экстрасенсорику. Три. За все тайны, тайны, мистические ситуации. Четыре. За гадания, естественно, пять. То есть, Уран планета астрологии. Нептун планета, связанная с картами Таро. Он отвечает за психику, как мы знаем. За психологию, естественно. За музыку. Если говорить о профессиях программирования, очень силен Нептун. Это неожиданно. Но последние 20 лет говорят, что он связан очень сильно с программированием. Ну, правда, трактовать поколения нам это не помогает. Это просто вам в копилку понимания профессий. Он отвечает за все, абсолютно все свободные творческие виды деятельности. При этом без указания профессии. Если человек в свободном полете, вот вы говорите, вот у меня сын там открыл службу такси. Вот он не может работать на кого-то. Он должен открыть свою службу такси. Вопрос, почему, зачем ему это надо. Он хочет быть свободным художником. Вот это и есть влияние Нептуна. При этом тематика, как вы понимаете, может быть очень разной. То есть такси, это точно не тематика Нептуна. Такси, это будет тематика Меркурия. Вот. Но любой человек, который говорит, я не могу, я не могу на кого-то работать, я не могу в графике существовать. Я должен существовать так, как требует моя душа, когда надо активно работать, когда надо отдыхать, трудиться на себя, быть в свободном графике, когда надо там уехать на море и так далее. Вот это вот все сложные люди, которых мы называем творческие люди, свободные художники. Это все люди, у которых очень сильно расположен Нептун в карте рождения, в том числе по аспектам. Это мы со вторника начнем с вами изучать. Огромный мир, чрезвычайно интересные аспекты и те, у кого сильный знак рыб в карте рождения. Нептун, если уже говорить о поколениях, должен описывать отдых. И вот тут уже интересней, понятный и типичный отдых для представителей данного поколения. Понятные, скажем так, медитации данного поколения. Если под медитациями имеется в виду там не пение звука ом, а классические любимые эмоциональные состояния. У каждого поколения свои, в кавычках, медитации. Или, можно сказать, свои виды эмоционального расслабления. У всех поколений достаточно развитые. Нептун отвечает за лекарства, отвечает за алкоголь, отвечает за сон. И может быть, знаете, такие ситуации, переключение между работой и отдыхом. Иногда, когда у человека проблемы с Нептуном в гороскопе, он плохо спит, он не может расслабиться, ему надо пить какие-то лекарства. Нептун отвечает за лекарства, чтобы, ну не знаю, там, был нормальный сон, как это называется, не успокоительный, а снотворный, наверное, да. Значит, из свободных профессий Нептун это фотография, конечно, кино, конечно, компьютерные игры, все видео, аудио. То есть, современная вся техника, где есть экран, это будет Нептун. Это для понимания профессий. Ну и одна из ключевых тем для понимания Нептуна, не тем, а слов, ключевых слов, с моей точки зрения, это кайф. Такое простое, неожиданное разговорное слово, да, но через него мы можем понять кайф разных поколений, всех практически поколений, их отношения к этому и что для них есть кайф. Ну кайф как понимание расслабления этого поколения, потому что мы с вами работаем, 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 мы с вами все крутимся, крутимся, живем, справляемся с какими-то повседневными стрессами. Это какой знак зодиака? Это дева, 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 дева. Потом мы доходим до ручки и говорим, надо выдохнуть, надо бы немного что? Надо бы немного расслабиться, да. И вот в этот момент включается знак рыб, лучше всего, если рыбы появятся в этот момент, начнут нас развлекать. Или вы включаетесь в любимые виды медитации, говорите так, а как мы любим отдыхать? Вот тут мы и начинаем трактовку Нептуна в знаках зодиака. Пока на данный момент объяснение понятно или нет? Ну, в общем-то, мы с вами знакомы с Нептуном, конечно же, что же здесь будет непонятно. Значит, бизнесы по Нептуну, алкоголь раз, нефть два. Заметьте, это крупнейшие, мощнейшие по оборотам виды бизнеса. Фармацевтика, огромный мир с миллиардными, конечно, оборотами. Духовность, все, что касается духовности, огромный мир с огромными деньгами. Психология, тоже огромный мир с огромными оборотами. И гадания, все, что касается карт Таро и прочих вещей достаточно мистических. Теперь давайте посмотрим на сжатый такой файл. Я специально отдельно сделал короткий, очень сжатый файл по Нептуну в знаках. И также в презентации вы найдете описание для каждой позиции отдельно. Значит, почему у меня с Нептуна во льве идет описание? Потому что Нептун во льве – это начало 20 века. Ну, с Нептуном во льве, например, родилась Мэрилин Монро в 1926 году. С Нептуном во льве происходила Октябрьская революция в России. То есть, ну, сейчас уже живущих людей практически нет. Поэтому более ранних я не разбирал, потому что это просто не актуально на данный момент. Я считаю, что астрология должна быть практична. Мы должны разбирать актуальные позиции. Вот, если для вас очень будет по каким-то причинам важно понять влияние Нептуна с Овна Пурак, то это будет влияние сугубо такое историческое. И тогда надо будет идти исследовать там ученых, писателей, музыкантов, я не знаю, 19-го, начало 20-го века. Можно сделать, но сейчас, пока я считаю, это для понимания нашей сегодняшней жизни не актуально. Значит, Нептун в знаке льва. Какие могут быть кайфы у этого поколения? Значит, ну, вот поколение конца 20-х годов, начало 30-х годов прошлого 20-го века. Значит, Нептун расслабление, радость какая-то, удовольствие для всего поколения, да? А лев это, конечно, праздник. Лев это сцена. Возможно, знаете, это удовольствие, радость от кино. Возможно, там было развитие кино. И сразу видим, что, ну, фактически главная звезда 20-го века, Мэрилин Монро, родилась с этой позиции, с Нептуном в знаке льва. Сейчас, конечно, мы практически не сталкиваемся с этим поколением. Вот Нептун в деве, мы можем с ним сталкиваться, с Нептуном во льве, в общем-то, нет. У Нептуна во льве есть, конечно, отрицательные некоторые проявления. Если мы будем говорить о том, что происходило в России, например, в 17-м году, когда была смерть монархии, там наблюдались комбинации больших планет. И это было нечистое проявление Нептуна в знаке льва. Сатурн располагался вместе с Нептуном в знаке льва. И это довольно редкое совместное пребывание. Вы можете за 500 лет больше не обнаружить именно в этом знаке льва совместного пребывания Сатурна и Нептуна. Их одновременное воздействие я трактую как аспект пенсии, аспект пенсионера. Потому что Нептун – это слабые слои населения, Сатурн – это старики, это энергия умирания и угасания. И посмотрите, что произошло с монархией. Сатурн – Нептун вместе пересеклись в 17-м году. В России пала монархия, а через год в 18-м году в Германии пала монархия. Поэтому, да, надо сказать, что у Нептуна во льве не только радостные будут, конечно, проявления. Когда происходит пересечение больших планет, происходят и разные драматичные перемены в жизни. В жизни мира и в жизни стран, я имею в виду. Тем не менее, Нептун во льве, как бы мы описали это поколение. Возможно, знаете, поющее поколение. Почему-то мне так кажется, потому что Нептун – это музыка, а лев – это яркое желание и умение проявить себя. Поэтому я бы сказал, что это талантливое поколение, возможно, поющее поколение и, как ни странно, поколение с элементом праздника и музыки. Ну, инструменты были простые в то время, да. Может быть, гармошка, может быть, гитара, может быть, балалайка. Тем не менее, мне кажется, поколение по-своему достаточно талантливое, радостное. А теперь давайте посмотрим, если мы возьмем Нептуну в знаке Девы. Какая у нас будет идея по Нептуну в знаке Девы. Надо бы, конечно, показывать годы. Давайте по слайдам пройдемся. Значит, вот она карта 26-го года. 1 июня в Лос-Анджелесе рождается Мэрилин Монро, которая была близнецом, и у которой Венера была в знаке огня. Как я вам рассказывал, Венера в знаках огня – это Голливудская Венера. Вот. Ну и видим вот этот Нептун, соответственно, в знаке Льва. И видим, что он еще далеко не убежал от Плутона в начале первой половины 20-го века. Вот. Это 26-й год. Если вы хотите идти в мунданную астрологию, все, что вам нужно – это швейцарские эфемериды на сайте astro.com. Идете на astro.com, там эфемериды на все века. И погружаетесь, ну, это работа на несколько лет. Вы можете исследовать абсолютно все. Абсолютно все. Начало Римской империи, падение Римской империи, Ренессанс, Россию, Америку – все, что хотите. Османскую империю. Вообще все. Потому что там тысячи лет идете, смотрите эфемериды, и там все, что вам надо. Значит, Нептун в знаке Девы. Давайте посмотрим. 29-й год, 42-й год. Смотрите, Нептун в знаке Девы. Какая-то позиция, мы с вами знаем. Мы знаем, что очень слабая. И здесь Нептун имеет статус 0. Он в изгнании, его практически нет. Нептун – планета Религии. Да, Нептун находится в каком знаке? Что такое Дева? Помните, я вам говорил, немножко, может быть, неприятно и некрасиво, конечно, но одна из трактовок, которая невольно в моей практике появляется, что Дева – знак рабочих и крестьян. Никуда не денешься. Дева – великолепные интеллектуалы, прекрасные бизнесмены, учителя, трудолюбивые и так далее. Но все-таки, в том числе, Дева – знак рабочих и крестьян. И знак абсолютно антирелигиозный. Просто абсолютно, потому что это умные и трезвые. Умные, трудолюбивые и трезвые. Религия никак в Деву не входит вообще. Именно поэтому Нептун здесь в изгнании. И что мы получаем? Какие идеи про поколение 29-42? И начало. Собственно, что у нас попадает в поколение 29-42? Ну вот, смотрите. Характеристики поколения. Значит, поколение, которое умеет расслабляться или не умеет. Такое ощущение, что они вообще не умеют расслабляться. Они не очень понимают, что это такое. Они не очень понимают, как и не очень понимают, зачем. И, в принципе, вообще не настроены на это все. Им говорят, отдохнуть надо. Да, они говорят, ну как, от чего отдохнуть? А как отдыхать? Ну, надо что-то делать, наверное, как это отдыхать? Вот, возможно, серьезное недоверие религии есть. Либо для них религия – это труд, например. Религия – это труд. Если они планета помощи, а Нептун, конечно же, планета медицины и помощи, то как они выражают помощь? Он говорит, посочувствуй, пожалуйста. Он говорит, ты знаешь, я не умею сочувствовать. Вот, хочешь, там, ведро картошки? Я тебе, ну, хочешь, вот, полбуханки хлеба? Ну, вот, пожалуйста, консерва. Я не умею сочувствовать, не могу. Я могу, ну, не настроен я эмоции проявлять, понимаешь? То есть, планета эмоций, можно сказать, тонких очень эмоций, в том числе эмоций сочувствия, да, или тонких чувств, она в нулевой позиции, то есть, ее нет в деве. Нет в деве вот этих вот соплей, слез, сочувствия. Есть работа и практическая помощь. То есть, надо, ты голодаешь, я тебе посылку с гречкой пришлю, с хлебом пришлю и так далее. Сочувствия нет. То есть, это не ругательные вещи относительно этого поколения, это понимание того, с чем они родились. Есть настрой на лирику, на музыку. Вот смотрите, поколение Нептун во льве, мне кажется, более лирическое, более веселое, более музыкальное. То есть, да, война, я понимаю, но когда перерыв и когда обед, можно брать кармошку и можно красиво, зажигательно петь, плясать, играть и петь какие-то песни. Вот, Нептун в деве, знаете, одна из самых удивительных для меня вещей, ну, то есть, не вещей, а открытий, пожалуй. Я внимательно занимался политикой и интересует меня и президент американский. Я смотрел, что там происходило в Америке и посмотрел на великую депрессию. И вот удивительная вещь обнаружилась, что великая депрессия, а что это такое? Это когда огромное количество людей голодало. Каких людей голодало? Ну, простых работников и простых крестьян, да, когда они остались без работы, без поддержки, без социальной защиты, без денег, иногда без питания. Ну, там тяжелые вещи в Америке творились. То есть, когда великая депрессия в Америке? 28-й год, 29-й год, там 30-й, 31-й. У них был один президент, который 4 года правил, вот где-то он в это время правил, по-моему, Кулич. И Нептун вошел в знак Девы. И, может быть, это не хотелось бы так называть. Может быть, это можно было бы назвать временем, не знаю, жестокости. С одной стороны, нехорошо так говорить, да, а с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на годы. Посмотрите на годы. Вот здесь внизу, 29-й, 42-й. То есть, это 30-е годы, и мы сразу понимаем, что происходило в Германии, что происходило в Советской России. Это тяжелые 30-е годы. И это время, ну, где-то жестокости, может быть, даже бездушности, не знаю, может быть, бесчеловечности, да. Ну, самые тяжелые бесчеловечные годы в Советском Союзе, наверное, 30-е годы. Ну, вот поэтому мне интересно пойти иногда куда-то в другой мир, на другой континент, посмотреть, что там в Японии происходило, что в Китае происходило, что в Америке происходило. Вот в Америке Великая Депрессия. Значит, сложная планета заходит, обратите внимание, в знак Земли, а знак Земли – это, ну, это трудящиеся массы, это экономика, это рабочие процессы. И Дева – это же знак рабочих, рабочих. То есть, Нептун вошел в знак Девы, и все, слезы, работа кончилась, бедность, экономика никакая. Мы получаем идеи для мирового мунданного анализа, что когда сложные планеты входят в знак Земли, экономика может идти вниз. Но не когда хорошие планеты, а когда сложные. А у нас есть такое, у нас с 2008 года Плутон располагается до сих пор в знаке Козерога. А Козерог – это тоже земной знак. Значит, он тоже про бизнес, про государство, про деньги с 2008 года. И мы даже знаем, что в 2008 году кризис прокатился по миру. На базе чего кризис, если кто-то помнит? На базе того, что в Соединенных Штатах начались проблемы на рынке чего? На рынке недвижимости. Как удивительно это слышит для астролога, который знает, что Козерог отвечает за недвижимость. Абсолютно прямо. То есть исследование истории любого века, ну поближе к нам история 20 века, она нам очень, оно исследование, очень нам помогает понять и текущее время, и историю поколений, ну и то время, в которое жили наши с вами предки. Значит, время Нептуна в Деве. Это время, когда чувств нет, когда расслабления нет, когда может быть даже сочувствия и сострадания нет. Самое чуть ли не жестокое время. Интересно, что сейчас мы с вами живем прямо противоположное время. проживаем, когда Нептун прошел половину цикла и находится в самой сильной позиции в знаке рыб, прямо противоположное. Надеемся, что сейчас у нас совсем-совсем другое, доброе и сострадательное время, потому что Нептун – планета доброты. Вот, понаблюдайте, пожалуйста, ну у всех у нас с вами бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Посмотрите, родились ли они до 28 года или 29-40. Попробуйте почувствовать дух поколения на уровне Нептуна. То есть, пела песни поколения Нептун в Деве. Я думаю, пела. Пела ли песни поколения Нептун в Деве? Я не уверен, что она пела песни. Вопрос, а что она делала? Может быть, она думала, ну как прокормить семью и немножко не до песен. То есть, не такое лиричное, я бы сказал. Значит, любовь и страсть направлены на работу. И, ну, в Советском Союзе что там было? Соцарт или как это называлось там? Искусство должно служить народу, да? Искусство начинает прославлять кого? Рабочего и колхознику. Колхозницу, извините. Начинает прославлять, да? Вот искусство, соцреализм. Не соцартизм, а соцреализм. Вот, смотрите. Нептун – планета алкоголя и пьянства. Любопытно, да? Значит, в знаке Девы. Получается, что это трезвое поколение, да? С этой позиции родился Горбачев и Ельцин. Вот, и Горбачев пытался в Советском Союзе вводить сухой закон. Нам интересно бы посмотреть на мультипликаторов, пневматографистов этого поколения, музыкантов и певцов. Может быть, какие-то интересные особенности. Вот. Ну и значимость, не знаю, психической жизни может быть не так высока. Возможно, это поколение не очень понимает, что такое психология, зачем нужна психология, что с ней делать. А может быть, очень нуждается в этом. Я всегда поясняю, что Дева – это сухая земля, сухая глина. И иногда им кажется, что Дева – какая-то сухая черства, бездушная, очень требовательная. Но до одного важного момента. Пока ее не полили водой. Как только Деву полили водой, начинают расти цветки, цветы. Извините. А пока Деву не полили водой, цветы расти не могут. Это сухая, бездушная почва. Поэтому, как я это говорю, возможно. Да, приземленные мечты. Да, возможно. Простые приземленные мечты. Если у тебя есть, не знаю, хорошая лавка, хороший стол, хороший стул, хорошая еда, то это уже, в общем, счастье. А на самом деле, поколение на грани бедности, я бы сказал. На грани бедности. И что я хотел сказать насчет поливать водой, что, возможно, подсознательно это поколение хотело бы отпустить свою психику. Потому что психика сжата очень. И не дают раскрепоститься. Не дают. Она все время в сжатом Деву. Это же стрессовое сжатое состояние. Возможно, они поэтому пьют, что они хотят расслабиться, и не могут никак расслабиться. Ну вот, получается, что пока мы не разбираемся в этом поколении, мы думаем, ну, поколение как поколение. Ну, а когда начинаем разбираться, получается, что это, возможно, одно из самых сложных вообще поколений. Потому что планета доброты, планета сострадания находится в изгнании, в нулевой позиции. Интересно или нет, скажите, пожалуйста. Как вы понимаете, это огромный, огромный пласт мировой, мунданной, исторической астрологии, в который, если вы хотите, вы можете погружаться уже сейчас. Я его люблю, этот пласт. Поэтому, возможно, я рассказываю с особым, таким, с особой эмоцией. Потому что это прикосновение к мистике, к истории. Это очень мощный астрологический материал, конечно. Я вам его даю в своем осмыслении, в своем преломлении. Ну, другие астрологи будут вам давать что-то свое. Но я размышлял лет 20. Я увлекаюсь мунданной астрологией. То есть, прежде чем что-то вам говорить, я хорошо поразмышлял на этот счет. Теперь давайте смотреть на Нептун в знаке весов. Значит, весы. Это знак мира. Весы – это знак любви, красоты, парных отношений, искусства. И мы получаем другое поколение. Абсолютно другое. Мы получаем поколение, которое какое-то влюбленное. Вопрос – в кого влюбленное, во что влюбленное. Но они абсолютно точно отличаются от предыдущего поколения, которое, ну, я не знаю, там из серии, вот лишь бы была еда, лишь бы не помереть с голоду. Боюсь, что, к сожалению, где-то так. Значит, Великая депрессия в США прошла. Там жуткие 30-е годы в Советском Союзе прошли. В середине Второй мировой войны Нептун переходит в знак весов. И пребывает там лет 15. И вот это наши с вами родители конца 40-х годов, 50-х годов. Такое немножко экстатическое поколение, потому что удовольствие люди получают просто от людей, от общения. И я бы сказал, даже, знаете, от мира. Потому что мир пришел в 45-м году. В 45-м году несколько лет, как Нептун перешел в знак весов. То есть, ну, закончилась война, начался мир. По большому счету, это послевоенные годы. Ну, и все там где-то 10, 12, 15 послевоенных годов. То есть, это поколение мира. И они, по моему мнению, немножко экстатические. Они удовольствие получают просто от того, что есть мир, есть люди, есть возможность спокойно общаться, в конце концов. Спокойно чем-то заниматься, собираться, объединяться, вместе гулять, вместе что-то делать, вместе петь, заниматься искусством. Здесь представители искусства довольно яркие, красивые. И действительно интересно посмотреть на композиторов, музыкантов, других деятелей искусства. Из поколения Нептун Дева, где поющие немножко тяжелые послания, психики будут. И из поколения Нептун Весы, где должны быть блестящие представители мира, искусства. Я думаю, что очень-очень многие современные кинематографисты, в том числе. Значит, вот кайф просто от людей, кайф от общения, кайф от мира, придется сказать, кайф от того, что нет войны, в конце концов. Вот. Хотя, видите, война, как интересно, ну, есть такие идеи, что война происходит в момент экономического спада, и даже, что война нужна для экономического роста. Такие страшно жестокие формулировки. А вот. Но, видите, действительно, война была в момент Нептун Дева. И это напоминает ситуацию прямо бедность-бедность. То есть, возможно, действительно тяжелый экономический кризис, ну, и в Америке он был жесточайший экономический кризис. Может быть, и в Европе, я не знаю. Значит, мы с вами пока еще аспекты не разбирали, но один чрезвычайно яркий момент мне помнится, из памяти, который был на небе в момент окончания Второй мировой войны, по-моему, как раз 8-9 мая 45-го года, Марс на небе шел по знаку Овна. И вы можете сказать, о, как интересно, самая, ну, военная планета Марс идет по самому военному, агрессивному мужскому знаку Зодиака, то есть, а здесь мир, представляете? Все расслабляются, все радуются, потому что победа, мир и мирная жизнь. Вопрос как-то интересный. Вроде бы как не сходится. Но в этот период, на этой неделе, Марс проходил противостояние с Нептуном в знаке весов. И это называется «надо сложить оружие». Планеты, которые, напротив, воздействуют на планету в знаке войны, и Марс складывает оружие, оружие откладывают в сторону, и что там происходило. Ну, естественно, песни, веселье, радость еще раз, песни, братаня. Вот такой вот Нептун, который дезавуирует этот Марс. Все. Это не про войну. Ну, это материал нашего второго семестра, просто яркая иллюстрация того, какой мирный Нептун в знаке весов. Давайте посмотрим. Значит, Нептун в Деве. Ну, да. Представитель Нептуна в Деве Пол Маккартни. Ну, в принципе, людей очень много, и я мог выбрать очень-очень разные карты. Можно было там Бориса Ельцина, Корбачева. Масса людей. Ну, вот я посмотрел на музыкантов. Сегодня Луна в Близнецах, поэтому, посмотрите, я второй пример вам показываю. У нас была Мэрилин Монро, она Близнец. Сейчас я показываю Маккартни, это мое подсознание, так выбирало примеры на лекцию. Я почему-то посмотрел на Ленона, а потом пошел в базе данных и вытащил оттуда Маккартни. Вот Луна в Близнецах требует на лекцию представителей своего знака, говорит, дайте мне Маккартни. Он Близнец, конечно же. Вот представители этого поколения, ну, конечно, мы не скажем, что музыка никакая. Вот я хотел музыкантов, получилось, что музыканты Битлз, да, мы скажем, что у них потрясающая музыка, да, ну, вот, Нептун в знаке Дева. Так, хорошо, значит, Нептун в весах, 42-56. Если мы берем послевоенные годы, это десятилетка послевоенных лет, 11 лет после войны. Ну, вот, пожалуйста, посмотрите, история 20 века чувствуется очень-очень-очень, еще как чувствуется. Значит, мы считаем, что поколение Нептуна в весах, это поколение пацифистов, эмоционально настроенных на мир, миролюбивых людей, миротворцев, людей, которые вклад в искусство, безусловно, должны внести, людей с тонкой психологической организацией, с чувством прекрасного, с хорошим чувством человеческих отношений, с хорошим эмоциональным, социальным интеллектом. Социальный интеллект – это человеческая деликатность, например. То, чего сейчас, мне кажется, сильно не хватает. Достаточно часто, когда кто-то кого-то не может пропустить на улице, на дороге, это есть нехватка социального интеллекта. Просто действуют некрасиво люди и не понимают, что это некрасиво. Вот. Если Нептун – планета религии, то мы задаем вопрос, а что является или кто является богами этого поколения? Культура – это бог этого поколения, искусство – это боги этого поколения. Может быть, законность, равенство, дипломатия в том числе. И это, смотрите, не финансовое поколение, потому что финансовое будет следующая позиция. Нептун – скорпионе в знаке денег-денег. Вот это будет. Вот это будущие нефтяные миллионеры и миллиардеры. А это не финансовое. Это экстатическая радость от человеческого общения. Это гуманистичное положение. И, видимо, гуманистичное поколение. Но есть одно интересное. Но наш следующий с вами файл – это Плутон в знаках Зодиака. Поэтому все эти прекрасные вещи, которые я говорю о поколении, сохраняются. И вдобавочку к ним, мы должны сказать, что это поколение родилось в подавляющем большинстве при Плутоне в знаке Льва. А вот знак Льва – это уже доминатор, конечно. Это просто сверхавторитарная позиция. Плутон – планета власти в знаке царя и в знаке автократии. То есть это поколение прекрасное, конечно, гуманистичное. Но когда там у кого-то из рожденных в конце 40-х или 50-х доминирует Плутон, то вы получаете. Ну вот сейчас политики пока еще на сцене с этим Плутоном в знаке Льва. Политики 50-х годов. Так что добавляйте значение к Плутону, к своему пониманию поколения. Значит, здесь можно было выбрать десятки, сотни интересных персон для поколения Нептуна, весы. Но мне захотелось выбрать вот этого Федора Конюхова, знаменитый путешественник, российский, уникальный рекордсмен по многим очень параметрам. Конечно же, стрелец. И, кстати говоря, еще и священник. Вот. И Нептун в весах, да, мы с вами видим. Справа вот там, смотрите, мужчина с гигантскими физическими перегрузками устраивает себе свои путешествия. И посмотрите на его Марс. Чтобы вы не говорили, что планета в нулевой позиции, это вообще никакой абсолютно не мужчина, никакой не успех, непонятно что. Марс в знаке весов, нулевая позиция. Но о чем говорит Марс в весах? Почему у Папы Римского два раза мы уже с вами видели Марс в весах? Почему у многих астрологов Марс в весах? Потому что это работа с людьми. Это обычно, чаще всего, миролюбивые люди, настроенные на общение с людьми, работу с людьми, взаимодействие с людьми. То есть Федор Конюхов не просто путешествует, судя по всему, он еще похожий, и для него важная вещь это общение с людьми. И почему я его также вам хотел показать? Потому что в предыдущем обзоре по Урану мы говорили про Уран в Раке. Да? Я упоминал его. Вот, посмотрите на этот Уран в Раке. Вот этот человек, у которого его дом, это звезды над головой, его дом, это вся земля. То есть открытый мир, поколение вот 50-е, начало 50-х достаточно открытое, интуитивное поколение, которое готово глобально рассматривать землю как свой дом, не привязываться очень узко к каким-то национальным вопросам. так, ну и да, заметьте, пожалуйста, при Нептуне в весах, вот он здесь, вот он, мощный и силовой Плутон, знаки льва, поколение в конце 40-х, начало 50-х. Теперь вернемся к моему короткому файлу. Нептун Скорпионе. Вот интересный вопрос. Если хотите, можете добавлять свои идеи в наш чат, в обсуждение. Нептун Скорпионе, а какие же кайфы у этого поколения? Понятно, что эмоционально они будут закрытыми, они будут совсем не похожи на поколение Нептун весы. Значит, кайф от чего? Это любопытно, и это важно понять, потому что это шестидесятники, это люди, которых сейчас много, которые возможно до сих пор что-то еще в себе не понимают. А если они не пришли к астрологии, они боюсь, что что-то в себе могут еще не понимать. Значит, вот смотрите, Скорпион это запретные вещи. Скорпион это тайные вещи, Скорпион это программа и процессы саморазрушения. Вопросы, они что, кайфуют от тайны? Ответ, да. Они что, кайфуют от мистики, от карт Таро? Да, это самое выдающееся поколение мистиков, которые феноменально талантливы в различных медитациях, картах Таро, которые феноменально пьющие поколения, потому что это программы саморазрушения. А саморазрушение это, конечно же, алкоголь, курение, работа по ночам. Это главные три вещи, которые я знаю, но я не упоминаю наркотики, потому что это и так понятно. Три главные вещи саморазрушения. Вот. Различные психологические опыты. Это Нептун, Скорпион поколение 60-х. Психоделика. Это возможно хиппи, которые ну так можно сказать наплевательски относились к материальным ценностям. Причем, посмотрите, в противостоянии со Скорпионом находится знак материальных ценностей телец. И знак денег, и знак стабильности, и знак накопления. Это поколение, Нептун, Скорпион в общем сбрасывают эти ценности телца. Они говорят, кайф не в этом. Кайф в медитации, кайф в растворении, кайф в алкоголе, кайф в духовных опытах. Какой кайф там в диване, который ты себе купишь? Ну никакого абсолютно. Чувствуете немножко поколение, да? На самом деле самое сложное в плане сопротивления алкоголю. Самое сложное в плане сопротивления разрушительным потребностям психики, залезть куда-то туда, куда нельзя. В запретные, запрещенные вещи. И самое талантливое в плане бизнеса, построенного на теме нефти, алкоголя, что там еще связано со Скорпионом, медицины, видимо, невероятно чувствительное. Я думаю, что это супер-супер экстрасенсы. Но, надо сказать, ну, это все замечательно, но это не поземленные вещи. Что мне делать с вашей супер-чувствительностью? Ответ очень простой. Когда у бизнесмена есть экстрасенсорика, они не понимают это слово экстрасенсорика, мы говорим чутье. И как только ты сказал чутье, он говорит, «А, ну, так, конечно, конечно же, я знаю, куда идти, а куда не идти. Вот это феноменальное, почти животное чутье, в том числе в бизнесе, в том числе на деньги, оно у них есть. Это исключительное поколение. Поэтому здесь Роман Абрамович в России, в этом поколении Юлия Владимировна Тимошенко в Украине. Ну, подумайте, ну, просто, ну, девушка, девушка, стрелец, ну, мощный стрелец. Ну, она там стала газовой принцессой в стране, да? Вот, исключительно сложное поколение, которому спокойно не живется, которому хочется в запредельный режим психики тестировать, которая к телу наплевательски относится. Психический опыт интереснее, чем здоровье тела. То есть, они могут, извините, гробить сами себя. Гробить тем, что не ценят тело, не ценят здоровье, не ценят деньги, не ценят комфорт, дико тянутся к мистике, к астрологии, психологии, жить без этого не могут. И те, у кого их планетарные фигуры работают на тему бизнеса, они могут быть очень-очень серьезно, богатые. Вот, соответственно, интересное, непростое, самое сложное поколение. И, конечно, те, которые рядом с ними, они на самом деле представители Нептуна, соседних поколений, они очень плохо взаимодействуют с поколением Нептуна в Скорпионе. Потому что Нептун в Скорпионе это поколение, которое взаимодействует само с собой, ему хорошо в своей закрытости, в своих проблемах, в своем алкоголе, в своей мистике. И оно с поколением следующего Нептуна в Стрельце плохо пересекается. На самом деле, и предыдущего тоже. Вот, но это целый пласт, это, я не знаю, там 13-15 лет. При этом, боюсь, что они могут раньше уходить из жизни. Вот, но в чем-то они чрезвычайно талантливы, безусловно. Так, давайте смотреть. 56-й, 70-й, около 14-ти лет. Вот вопрос, что есть их религия? Кто есть их боги? Кто их боги, кто их религия? Интересный вопрос. Ну и как они расслабляются, допустим? Кто является их богами и что есть их религия? Не скажу, что у всего поколения религия деньги. Нет, конечно. Что же есть их религия? Какие-то острые эмоции, может быть, их религия? Психологические игры, их религия, психология. алкоголь, тайны. Ну, может быть, нефть у кого-то, его религия. Ну, а что? Вот, конечно, может быть, расшатанное моральное состояние, физическое состояние может быть расшатанное. Люди могут жить где-то на грани срыва, я бы сказал. Любят испытывать какие-то острые эмоции, но они очень-очень тонкие в психологическом плане, очень талантливые в этом плане. Может быть, интуиция развита достаточно. Видите, сложновато сказать, кто же есть их боги и в чем же их религия. Даже не знаю, в чем их религия. Аскорпион это знак где-то бунта, где-то отрицания, противоречия. Может быть, их религия в том, чтобы отрицать ценности тельца, ценности материального мира. Но тогда это движение хиппи. Отрицать ценности стабильности и материального мира. Это не важно. Важно кайфовать, быть в потоке, расслабляться, не привязываться ни к чему земному. То есть, в чем может быть здесь религия? Не привязанность к чему-то земному. А может быть, религия просто духовный путь. Кстати, возможно, эти люди сильно очень могут действительно эмоционально привязываться к духовным занятиям, медитациям, к духовному пути и могут быть очень-очень глубокими. Фактически, я бы сказал, самыми-самыми глубокими всех, кто идет, допустим, в психологию, в медитации, в религию. Это самое глубокое мистическое поколение. Потенциально самые, может быть, мощные, не знаю, психологи, духовные лидеры. Хотя, немного с тенденциями саморазрушения и сложной психики. Значит, музыка, кстати говоря, и творческие занятия, музыко-артистические вещи, вот это у водных знаков идет очень хорошо, поэтому поколение артистов с этой позиции, оно может быть достаточно успешным и таким, знаете, глубоко, драматично, цепляющим. Я думаю, естественно, артистов очень много с таким положением. Мне сейчас вспомнился Высоцкий, но я думаю, что Высоцкий с Нептуном и Деви скорее всего родился. Вот, это положение связано с химией очень сильно и вот и с отравлениями тоже. Отравления бывают физические, алкоголь, таблетки, лекарства, наркотики. Отравления могут быть духовные, человек может быть очень сильно отравлено какими-то нечистыми, некачественными духовными парами, да, вот, но у человека могут быть таланты и в химии, и в медицине, и в нетрадиционной медицине. И поскольку, знаете, вот есть два таких знака, которые мы называем мюхач в астрологии. это скорпионы рыбы. Скорпион мюхает все постоянно, ему запах это самое важное, даже хлеб важно, чтобы пах, если хлеб не пахнет, то кушать это невозможно. Вот, и вот у этих людей тоже реакция на запахи может быть очень-очень сильная, соответственно, важно, какие запахи, какая парфюмерия вокруг. Возможно, их бог это вино, не исключаю, что вот самое обыкновенное, ну, не обыкновенное, банальное вино, но вот именно вино это для кого-то может быть бог их поколения. Вот, коньяк наше все, виски наше все, вино это наше все, и без этого жизнь это вообще не жизнь, вот алкоголь, качественное вино, вот, либо может быть музыка, я бы сказал. Да, спасибо. Значит, может играть важную роль парфюмерия, какие-то особые духи могут придавать силу этому человеку, какие-то очень-очень, ну, знаете, не из обычных линеек, там, производителей, какие-то там авторские, какие-то там восточные, с какими-то плотными ароматами, скорпионы, это плотное, интенсивное чувство всегда. Вот эти люди жить не могут без этого, и интересно, да, селективные парфюмы, вот, вы мне подсказали слово, конечно, чем мы точнее найдем слова, вот смотрите, работа астролога, найти точное слово, если ты нашел точное слово, ты спас поколение, подумайте, потому что люди, возможно, живут, да, им сейчас, я не знаю, там, 50 или 60, но может быть, они всю жизнь живут и думают, а почему я так вот живу, как я живу, почему моя психика такая, и чем я очень люблю, за что очень люблю астрологию, потому что мы здесь получаем эти ключики, эти слова, а в других местах мы не получим эти ключевые ответы, вот это я очень люблю, люди приходят сюда к нам, получают этот ответ, их прямо отпускает, они, боже мой, я понял бабушку, маму, папу, себя, сестру, дам директора на работе кого угодно, музыка, возможно, да, то есть их боги это что-то сильно эмоционально цепляющее, и что-то будоражащее, что, будоражащее психику, чувства, органы, восприятие, если не будоражит, то тогда это неинтересно, и тенденции саморазрушения очень серьезные, то есть опасения по тему, путины, нахимичить какой-нибудь коктейль, залить в один бокал, выпить термоядерный ёрш и улететь, будь и неясно, вернешься ты или не вернешься, но вы, кстати, если они не хочи в плане бизнеса, то надо это использовать, конечно, и зарабатывать на этом, зарабатывать на финансах, на аудите, на нефти, вот это поколение супернефтяников, интересно, да, мне кажется, чувствуется очень материал, ну, по крайней мере, на базе России, если бы мы жили в другой стране, я бы это пояснял на жизни там, Англии, Франции, Германии, и уверяю вас, все показывалось бы так же прекрасно, и Турции, и Китая, но поскольку наш основной материал, это наша жизнь в России, я показываю на той истории, с которой я знаком. Джонни Депп, у нас 63-й год рождения, давайте смотреть, смотрите, что творит, третий пример сегодня, и моя рука сегодня из программы третьего близнеца вытащила, вы представляете, вот это интуиция астролога, вот Луна в близнецах говорит, куда ты полез? Какая Ванесса породила? Давай-ка, Джонни Депп, Луна сегодня в близнецах, момент нашей с вами лекции, сегодня, и я третий пример вставляю в близнеца, удивительно, но у астролога всегда сильная интуиция, это наша профессиональная, так, Джонни Депп, близнец, значит, смотрим его поколение, начало 60-х, вот он, Нептун в знаке Скорпиона, и запоминайте эти комбинации, Нептун в закрытом знаке Скорпион, при Плутоне в закрытом знаке, в 9, закрыто это значит пассивная женская стихия, земля и вода, надеюсь, вы ловите эту идею, ловите идею комбинации, вот так вот они 70 лет вдвоем, и идут по зодиаку, все время попадая в два закрытых, в два открытых, это удивительно, учитывая, что их размеры орбит, вы видели, насколько отличаются, на 100 лет, но вот такие у нас уникальные, 70 лет, со второй половины двадцатого века, так, теперь, моя любимая позиция, самый светлый Нептун, который только есть, это Нептун, плюс знак Стрельца, значит, Нептун и знак Стрельца, 6 баллов, вы знаете, Нептун имеет в этой позиции, он не управитель этого знака, поскольку управитель Юпитер, но он соуправитель, и он там имеет, также статус максимальный, и это самая светлая, самая лучшая, красивая, благородная позиция, давайте подумаем, что это за поколение, значит, здесь я пишу, философия света, радости за границей, поездок, мультикультурности, ну, действительно, получается, что поколение, открытое миру, открытое разным культурам, поколение, которое не боится, иностранцев, получает удовольствие, от взаимодействия, между разными культурами, поколение, которое не будет бояться куда-то уехать, которое, в принципе, нередко и уезжает, я часто достаточно вижу, что уезжают другие страны, если этот Нептун как-то усилен, то есть, это поколение, которое разъезжает по миру больше, значит, его боги, боги этого поколения, потому что Нептун, это же планета религии, значит, обсуждаем, какие боги, это что, это поездка, это свобода, это просто, это общение, это справедливость, это образование, это общение между культурами, это доброта, свет, процветание, то есть, Юпитерянская, Юпитер-то лучшая планета, да, вот, вот такие ценности, и то, что мы бы с вами назвали толерантность, толерантность, то есть, спокойное отношение к представителям другой религии, другой культуры, ну, другой ты, ну, и что, это что, повод для чего-то, да нет, не повод, прекрасно, можно общаться, узнавать, какие у тебя интересные особенности, и культурные, и какие у меня, вот, так что, ну, и что, если Нептун планета доброты, сострадания, то тогда здесь поколение, которое хорошо считывает все эти вещи, поколение, которое хорошо понимает, что такое помощь, что такое доброта, что такое сострадание, при этом, не делит на своих и чужих, в этом, вот, я считаю, что одно из самых развитых поколений, в плане человечности, в плане понимания помощи, взаимопомощи, вот, может быть, одно из самых счастливых поколений, потому что мы с вами видели, в 30-е годы, Нептун в Деве, нам придется, видимо, записать то позиции, то положение, к положению несчастливых людей, несчастливого поколения, ну, придется, с точки зрения, астрологического анализа, а здесь получается, что счастливое, наверное, поколение, к которому полезно читать книги, знакомиться с мировой культурой, смотреть кино, путешествовать по миру, такие простые, достаточно здесь, идеи и соображения, уважать религию, возможно, там, основную религию своей страны, иногда заглядывать в храмы, погружаться в иностранные языки и так далее. Это одно из моих любимых поколений, ну, возможно, люди любят свое поколение, а может быть, действительно, это одно из самых светлых. И от чего кайф? Ну, давайте обсудим, я вроде бы произнес основные идеи кайфа. Кайф от заграницы, раз, от поездок, два, от свободы и простора, три, от мультикультурности, четыре, от справедливости и мира, пять, от того, что всем вокруг хорошо. Значит, подсознательно люди настроены на хорошее образование, поэтому, например, кайф от хорошего образования, от хороших условий жизни. Вопрос, а что, поколение Нептун-Скорпионе не кайфует, что ли, от хороших условий жизни? Ответ, а может быть, и не кайфует. Может быть, для них важно забуриться в какие-то плотные, плотные, тяжелые, сложные, деловые, эмоциональные отношения, и там возиться, возиться в своей нефти до упоения. Языков, конечно, да. Кайф, может быть, от развития, от духовного развития, культурного развития. Вот им будет плохо, если мы попытаемся закрыть, потому что противоположный знак близнецы, если мы попытаемся ограничить это поколение, сузить его, где-то попытаться засунуть его в какие-то маленькие, узкие, локальные рамки. То есть, сиди в своем городе и никуда не выезжай. Вот тогда человеку будет плохо. Он скажет, мне почему-то плохо, мне что-то не хватает. Мы скажем, конечно, не хватает, потому что твоя религия это духи странствий. Нептун и стрелец. Это духи странствий. Нельзя сидеть в своем маленьком городочке. Нужно обязательно куда-то поехать. Вот такие здесь идеи. Мне кажется, они имеют достаточно высокое понимание о нравственности, о человеческих духовных законах, стремятся к гуманитарным знаниям и понимают даже важную роль религии, даже если сами как-то не религиозны. И есть терпимость, мне кажется, толерантность. Вот. И возможно, даже какой-то романтизм. Соответственно, советуются поездки, море, советуются путешествия. Вот. И не сидеть в родном городе, в родной деревне. Это очень существенно. Может быть, это поколение людей, которые начинают общаться, потому что те люди, которые из поколения Нептун в Скорпионе, они не так настроены на то, чтобы ездить по разным странам и общаться. Возможно, общаться между собой мир начал. Либо в 71-м, 84-м, когда Нептун в стрельце, либо когда вот 30 лет настало этим людям. 30 лет, это 2000-й год, 2000-й, 2010-й, когда эти люди стали выходить на сцену, которым 30 лет. Вот такая ситуация с Нептуном в стрельце. Значит, здесь я выбрал первый, кто мне попался, Лео Ди Каприо. Первый, на сегодня, не близнец на нашей лекции. Видите, Нептун в знаке стрельца. Вот он здесь вот так вот выглядит. и в этом поколении мягкий Плутон в знаке весов, Плутон в знаке пацифистов. Теперь следующее положение будет достаточно сложным, потому что это Нептун во втором земном знаке, и, как мы понимаем, это чуть ли не враждебная стихия для Нептуна, стихия Земли, потому что не дает нормально раскрываться этой планете. И тут одно из самых сложных положений для понимания. Во-первых, очень скованный Нептун, очень сдержанный Нептун. Что это за поколение? Это, возможно, поколение близкое по какой-то черствости своей к Нептуну в Деве, которая не очень настроена сочувствовать, которая говорит, слушайте, я родился в 90-е годы, вы думаете, мне кто-то сочувствовал? Вы знаете, что там вообще творилось? Ну, если он там не знаю, родился, не во Франции или не в Англии, а в Восточной Европе или в России. Вот, возможно, люди не настроены на сочувствие, не настроены на религию, религиозность, и даже отрицательно относятся очень серии. Из серии религия опиум для народа. Значит, недоверие к религии очень большое, недоверие к любой помощи, может быть, не любовь к слабым и к слабакам, хотя не исключено, что они сами себя могут иногда чувствовать какими-то слабыми, потерянными отчасти, потому что Нептун разрушает знак Козерога, а Козерог разрушает Нептун. Козерог это уверенность, это стержень какой-то, значит, это поколение, у которого большие проблемы со стержнем, и, как я говорил, проблемы с отцом, проблемы с дедушкой, проблемы с государством, проблемы с обретением себя в профессии, и, если вы скажете, есть пример, вот я или кто-то еще, у которого нет таких проблем, я скажу, вы просто титаны, вы просто титаны, потому что вы в одиночку перебили влияние целой эпохи, когда разваливались вот такие вот махины гигантские, не то, что государства, империи разваливались, если у вас все отлично, вы просто титан. Вот, значит, от чего может быть кайф? Понять это поколение очень сложно, мне кажется. Какой же у них может быть кайф? Хороший такой вопрос, я немало размышлял. Возможно, удовольствие и кайф от уединения, то есть, оно закрытое. Да, может быть от достижения цели. С одной стороны, Нептун катастрофически мешает Козерогу подниматься наверх, потому что Нептун размывает. Вот представьте себе, вы едете по дороге и начинается сплошной ливень, такой, что ваши дворники не справляются вообще, и у вас просто все вот так вот водопадом течет на стекле. Ну, вы иногда просто остановитесь на обочине и будете стоять, потому что ехать невозможно. Вот это примерно Нептун, который свалился, а Нептун это, в общем, вода, вода, вода. на Козерога. Как вы будете идти вверх, когда вы не понимаете, куда ставить ногу, когда нет твердого основания, куда ставить ногу. Невероятно тяжело этому поколению. Но зато они начинают, начали, возможно, первыми осваивать творческие занятия и работу в интернете. Вот это поколение 90-х людей. Значит, возможно, особый кайф, да, от того, что ничего лишнего в твоей жизни, лишнего, никаких лишних людей, никакой лишней одежды, никаких лишних слов. Возможно, кайф от достижений, если удается. И они герои, если им удается достижение. Я начал тестировать такие вещи, как кайф от немецкого. Потому что я уж не знал, куда кидаться, где же искать. Или это вообще не кайфующее поколение, которое вообще не понимает, какое еще, от чего кайф. От того, что начальника над тобой нет. Может быть, кайф от того, что нет никакого начальника, нет никакого государства, никакого долга, никакой ответственности, ничего нет. Вот это 90-е годы, в которые все-таки у меня немецкий проходит часто, как знак, ну, как Сатурн, знак Козерога. Поэтому от чего еще кайф? Сложный, конечно, вопрос тут. От чего кайф? От того, что может быть, от экономии может быть кайф, от того, что ты лаконично одет, не потратил лишние деньги, не поел слишком много, не растратился в ресторане. Я не знаю, специфические кайфы у этого поколения. Но заметьте, они не эмоциональные, они не эмоциональные кайфовщики. Вот эмоциональные кайфовщики, это Нептун в рыбах, конечно. Вот они на чем-то там, как у каждого кота своя валерьянка, вот это поколение валерьянки, Нептун в Скорпионе, но эти абсолютно другие. Вот философия минимализма, да, кайф от дисциплины. При этом надо еще понимать, при каком Плутоне. Это же тот самый разрушительный Плутон в знаке Скорпиона, который их дергает, он же очень сильный, он все поколение трясет, это же сильная планета, он не дает покоя поколению, он трясет и говорит, давай разрушай что-нибудь, разрушай и создавай, продавай и покупай, что-нибудь делай, не знаю, что-нибудь в себе там перестраивай, убивай в себе чего-нибудь, чисти чего-нибудь, но сидеть спокойно, это же вулкан, вулкань Плутона Скорпионе. Вот это поколение, вот эти зайчики 90-е годы, то есть поколение, которое нас сейчас, возможно, трясет, но ему-то самому, ну, как нам кажется, тяжело, как им кажется, надо у них спросить. Значит, возможно, не любовь к запретам, не любовь к навязыванию, доминированию, что никто это все разрушает. То есть поколение, которое не любит разбрасываться эмоциями, деньгами, помощью, которая к помощи относится конкретно. тебе плохо, давай я попробую устроить тебе на работу. Вот это помощь. Отдать деньги? Нет, я тебе не дам денег. Ну, возможно, кайф уединения, кайф самостоятельной работы, такой работы, где не висит государство, не висит начальник, но это работа, удаленная работа в интернете. На самом деле, знаете, что интересно? Вот эта ситуация, когда через знак расположены Нептун и Плутон, мы сейчас на втором семестре будем с вами изучать. Эта ситуация называется аспект текстиля между планетами. И это аспект поддержки, это аспект дружбы. И вот интересно, что во всей второй половине 20 века Плутон поддерживает Нептун, а Нептун поддерживает Плутон. И сейчас еще 20 лет в 21 веке. Значит, Нептун в Козероге для профессии сложной. Для обретения себя, обретения стержня стабильности, сложной. Но это поколение с очень мощной силовой планетой с Плутоном, который в самой сильной позиции в Скорпионе. Значит, у них есть очень мощная сила. Возможно, внутренняя сила, потому что не родились же они все с папочками, у которых там миллиарды в банке. Конечно, нет. Наоборот, у многих разрушено все. Но внутренняя сила у них часто огромная, мощная. И опираясь на этот внутренний мощный реактор, это поколение 90. которым сейчас я уже боюсь сказать, сколько. Если человек 90-го года, сколько ему сейчас должно быть? Ну, все-таки 30, да? Все-таки 30. Они могут за короткое время проворачивать то, что мы с вами, не знаю, 20 лет бы делали. так что потенциально это мощное поколение. Но эмоционально они другие. Они холодные, более холодные, да? Они более закрытые, они более сдержанные, они вообще не кайфовщики, как 60-е годы. Они не сентиментальные, как 70-е, 50-е. Вообще не сентиментальные. Так что возможно и серьезное поколение, которое может достигать при одной проблеме, это все-таки внутренний стержень, который вот в 90-е годы мог быть прилично разрушен. Хоть немножко проясняется или нет? Вот. Все-таки сложная позиция. Даже мне, который 20 лет с лишним размышляет об этом, даже мне не так легко точно сформулировать и донести. Хотя я стараюсь. Так, посмотрим, есть ли у нас какие-то примеры, что здесь. Итак, 85-й год, Непту в Козероге. Ничего себе, смотрите, Борис Михаил Сергеевич пришел, да, Горбачев в Советском Союзе со своим сухим законом. И Горбачев, который родился с Нептуном в знаке трезвенников, в сухом знаке Девы, и пытался принести сухой закон в Советский Союз, промахнулся со страной немножко. Смотрите, Нептун в Козероге 85-й год. А если, не дай бог, мы говорим, что Нептун в земных знаках это бедность людей, то Нептун в 85-м это что, опять приходит бедность? Любопытно, любопытно, ведь Евросоюз сформировался в это время, в начале 90-х, и они записали в своей карте Нептун в Козероге и Уран в Козероге свою империю создали в этом. Вот, Светлана, я очень рад, что вам эти мои знания, мои объяснения проясняют что-то про ваших близких людей. Я, кстати, вот сейчас впервые зафиксировал это для себя, что 85-й год, смотрите, перестройка, как сложно по Урану, перестройка очень ярко пришла в нашу жизнь. Уран в Стрельце это просто счастье, свобода, это свободный, открытый мир, это действительно прорыв, мы стали нормальной страной, но я говорю с точки зрения России, естественно, но по Нептуну это получается бедность, по-другому, ну, можно трактовать по-другому, но похоже, похоже на то, вот, это для меня интересная фиксация, честно говоря. Ну, что же, Нептун в Козероге перестал мешать, в 97-м году, было около 12 лет. Значит, текст тоже читайте, пожалуйста, который у меня на слайдах. Нептун ослабляет государственную власть, стабильность, уверенность в себе, уверенность, надежность родителей, руководство. А Козерог сдерживает все благотворительные, духовные, культурные проявления. Мы скажем этому поколению, вот духовность, вот медитация. А они скажут, знаете, моя медитация, хорошо поработать, хорошо потрудиться, заработать, никому ничего лишнего не отдать, не помогать лентяям и бездарям. Вот это моя медитация. И музыка. Кстати говоря, у каждого поколения должна быть своя музыка. Вот музыка этого поколения может быть немножко, немного депрессивной. Немного депрессивной. Один клиент мне рассказывал, рожденный в 90-е годы, он пишет музыку, как он может бару сделать большую выручку. Он приходит в бар, ставит свой трек и от этого трека такая грусть, что все идут напеваться. Вот, Ранштайн, можно пойти поисследовать, какие карты у музыкантов, естественно. Вот, классика, вот хорошая идея. Екатерина подсказывает хорошую идею. Действительно, кайф от сдержанной до старой доброй или новой доброй английской классики. И не английской классики, и какой угодно классики. Действительно, вот это очень-очень хорошая формулировка. Абсолютно точно. Лаконично и классика. Так что, старая добрая Англия, ну и вообще все, что есть в любых странах, качественное, проверенное временем, старое, доброе. Так что, возможно, проверенное временем, все, что угодно. Качественное, качественное, да, классическое, может быть, английское, британское, ну что-то в Англии, в Британии есть от козероба. Не знаю, что, но там точно есть. Вот. Ну, в принципе, интересно, интересно мы с вами обсудили позицию. Так. Стремление к духовной власти без принуждения. То есть, религию принуждения воспринимают очень плохо или не воспринимают. Вот. Может быть, небольшая татанция к депрессии. Так. Значит, ну что, здесь у нас Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook. Телец родился в нулевой позиции Нептуна в Козероге, но все-таки родился с Нептуном в Козероге. И смотрите, как ровненько пара путешествует по знаку Тодиака. Нептун в Козероге здесь и Плутон в Скорпионе. Вот он, самый ранний представитель мощнейшего поколения Плутона в Скорпионе, который для нас с вами, я не знаю, как инопланетянин. Так. Окей. Значит, две позиции еще обсуждаем и делаем небольшой поколение хакеров. Это вы интересно выразились. Значит, Нептун Водолей по факту знаете, что нам с вами принес? Нептун Водолей принес основание компании, которые на сегодня формируют наш с вами мир, в котором мы живем в телефоне это фейсбук Нептун Водолей, это ютуб Нептун Водолей и по-моему даже основание инстаграм это окончание Нептуна Водолей. то есть фактически это кайф от социальных сетей, это кайф от безграничности, это кайф от современной техники, это кайф от общения без всяких расстояний. Вот что такое Нептун в знаке Водолей. Значит, посмотрим на годы этого поколения, давайте посмотрим. 98 2011 это распространение интернета, в том числе не изобретение, кстати, изобретение интернета, это был Уран в Козероге, Нептун в Козероге. Вот это распространение вот этого кайфа интернета, общения и создания фактически где-то ключевых компаний на эту тему. Вот компанию Google еще было бы интересно посмотреть. Сейчас я попробую быстро, если у меня получится. Так, находим файл интернет. Есть ли у меня компания Google? Да, есть. Google сентябрь 98 года, Нептун 29 44 Козерог. Вот Google единственный из больших больших, кто родился при Нептуне в последнем градусе Козерога, а уран в знаке Водоле. Google это уран в знаке Водоле. Facebook по моей памяти это Нептун Водолеевский, Instagram Нептун Водолеевский и YouTube. Вот оно поколение, которое мы можем понимать через социальные сети, я бы сказал. Да, Instagram вышел на арену в 10-м году, а потом в 12-м году был куплен Facebook. Значит, это поколение чуть-чуть может напоминать нам Нептун в воздушном знаке весов. Значит, оно получает удовольствие от людей, от социальности, от открытости, от доступности, от равноправия, от глобальности, по большому счету. Соответственно, эмоционально оно спокойное, прохладное, и главные радости, главные медитации, ну, может быть, даже удовольствие от техники, на самом деле. Сейчас же без техники жизнь невозможна практически, да. Удовольствие от интернета, от скорости, от доступности, потому что интернет – это скорость в том числе. Удовольствие от информации, удовольствие от друзей по всему миру, вот, от новых технических возможностей, потому что вы онлайн можете сейчас смотреть музей, например, онлайн можете сейчас обучаться, чем мы с вами занимаемся и так далее. Вот. Соответственно, такое вот поколение не очень эмоциональное, наверное, настроенное на социальность, на социальные сети. Насколько я знаю, водолей сильный знак для композиторов и для музыки, я не исключаю, что в этом поколении, вот, не буду врать, возможно, Чайковский с Нептуном в Идалее был рожден, хотя сам он был телец. Соответственно, могут быть очень интересные музыкальные новые направления, и сильные композиторы рождены в это время. По идее, поколение пацифистов, гуманистов, напоминающее, ну, не силовое, не доминирующее поколение, напоминающее Нептун в знаке воздуха. Ну, и здесь религия этого поколения, может быть, они немножко технократы, вот, религия поколения, интеллект, техника, связь, друзья, может быть, возможность что-то творить, потому что самые творческие знаки зодиака это лев и водолей. Музыка, ну, можно посмотреть, какая музыка была тогда с 98 по 11, не знаю, какая-то электронная, может быть, очень индивидуальная, музыка, которую вы сами можете делать, может быть, темно, я не так, не специалист по теме музыки, возможно, здесь новые тенденции в стиле пения, а если вы помните, когда первые появились тенденции как-то искажать голос артиста, они воспринимались ужасно, то есть, казалось, что это крушение всех норм пения, голос должен быть чистый, естественный, от автора, от певца, а голос начали там синтезировать, там что-то на него накладывать и так далее, то есть, голос уже неестественный, немножко синтезированный, но вот такая тенденция, ее никто не отмел, а все радостно наоборот стали использовать, это может быть, потому что Нептун это музыка, все-таки это пение, ну и водолей это искусственные вещи, это техника, вот так, вот так, какие иллюзии, знаете, не знаю, продуктивно ли этот подход иллюзии трактовать насчет иллюзии, скорее, я бы сказал, что их религия, что их религия, потому что иллюзия мне не совсем ясно, как с этим словом трактовку получать, их религия, их кайф, это и есть их иллюзия по большому счету, значит, кайф от дружбы, от глобальности, от скорости, от того, что есть свобода, потому что интернет это свобода, вот это их боги, то есть, вот дети века в Идале, века глобальности, века, какого века дистанционной работы, может быть, они скажут, я хочу быть свободен, я хочу работать в интернете, сидеть на берегу моря, не ходить в офис и так далее, то есть, их боги, это боги свободы, в том числе, свободы не офисной работы, творческой работы, допустим, а что-то иллюзии не знаю, возможно, поколению немножко сложнее будет в любви и в вопросах детей, потому что напротив этого поколения знака льва, он отвечает за любовь детей, и они могут иметь некоторые эмоциональные проблемы в том, чтобы отпускать себя, погружаться как-то в мир чувств, любви, эмоций, раскрывать свое сердце, потому что тут планета сильная, водолей знак ментальный, противоположный знак у льву, лев это сердце, лев это влюбиться, это испытывать яркие эмоции относительно своих детей и близких людей, этого поколения немножко прохладно это будет, поколение блогеров, давайте посмотрим, сколько им, если они с 2000 года, то сейчас им 19, ну возможно, возможно, юные или неюные, не знаю, молодые, молодые, юные, начинающие блогеры, работники интернет, так, значит, здесь у нас с вами, я людей уже не находил этого поколения, у нас компания YouTube, рожденная в знаке водолея сама по себе, кстати, Facebook чуть ли не тоже водолея родился, вот, и вот он Нептун в знаке водолея и Венера, планета радости прямо на этом Нептуне сидит, YouTube нам всем дарит радости мгновенного, быстрого кино, персонального кино у каждого в кармане, ну вот блестящая такая радость от компании YouTube, вот, Нептун водолея сопровождается Плутоном в активном знаке Стрельца. Так, значит, ну и что я здесь дополнительно на слайде выписал, что в это же время Уран был в знаке Рыб, они были в знаках взаимной рецепции друг у друга, как я говорил при обсуждении Урана, Уран в знаке Нептуна, Нептун в знаке Урана, как бы астрология на территории психологии, психология на территории астрологии, или может быть это может принести поколение новый взгляд на астрологию, либо синтез, допустим, науки и астрологии, либо какую-то новую интересную духовную астрологию. Вот такой нюанс начала 2000-х годов. И последний у нас сегодня по Нептуну его текущее положение в знаке Рыб в самой сильной позиции и возможно самой сложной позиции. С 2011 года около 13 лет до 24-го. Мы сейчас на пороге 20-го года и значит еще около 3-4 лет. Значит на сегодня у меня уже иллюзий нет. Я понимаю, что это очень сложная позиция. Вот. Ну, наверное, у него есть и свои плюсы и свои минусы. Значит, Нептун это планета параллельного мира, планета другой реальности, планета ухода от реальности и он стоит в самой сильной позиции в знаке, которая отвечает в точности за это все. Значит, его тенденции ухода от реальности, ухода в другой мир, в мир иллюзий, искажений, психики, эмоций невероятно сильные, максимально сильные, гигантски сильные. Поэтому позиция на самом деле создает огромные атаки на нашу с вами психику, на мир эмоций и очень серьезный удар по по кому? По противоположному знаку Девы. То есть, сейчас во всем мире должны страдать тенденции, которые связаны со знаком Девы. И, на мой взгляд, очень сильно страдают, в том числе и сами Девы страдают, и то, что касается Девы, например, Дева это факты. А в современном мире, где можно снять какое угодно видео, быстренько его выложить, ты с фактом можешь сделать все, что угодно. Мир телевидения сейчас у нас, мир видеороликов, ты можешь снять любой ролик, который исказит что? Исказит факты. То есть, вот эта мощнейшая позиция Нептуна бьет по бедному знаку Девы, который ничего сделать не может, к сожалению. Вообще ничего. Поэтому минус этой позиции очень большие, потому что люди уходят в иную реальность, уходят в компьютер, уходят в телефон, уходят в виртуальное общение, уходят в свою психику. Все сейчас ходят только вот так вот, прям в каком-то комиксе, причем везде и всюду, без виртуальной реальности не живут. Поэтому позиция это прям знаете не радость, а испытание для человечества, просто испытание самое настоящее и для личных отношений, для чего угодно, для работы наша психика просто не справляется. Значит, какие могут быть плюсы у поколения? Ну, по идее, это поколение, которое должно, должно очень остро чувствовать боль и страдания. Потому что, ну, Нептун планета, боль и страдания и рыбы. поэтому, лучшие проявления этого поколения, это когда они будут очень-очень отзывчивы, человечны, отзывчивы к боли и людей, и животных, и может быть, даже планеты. То есть, может быть, мощное экологическое движение, потому что Нептун, это восприятие целого, восприятие Земли, даже как целого, ну, и рыбы связаны с животными, потому что рыбы это бессловесные твари, ну, и животные собственно поэтому проходят по рыбам. А вот, соответственно, кайф от уединения Нептун в рыбах, кайф от природы, кайф от животных, кайф от чувства единства, кайф от того, что ты помогаешь другим людям, кайф от музыки, может быть, повторюсь еще раз от какого-то одиночества, потому что люди стали сейчас очень-очень одиноки, потому что все смотрят свои телефоны, меньше общаются, хотя я помню какую-то очень старую репродукцию, я не знаю, там, 1920-х годов, что-то типа Парижского вокзала, и человек 15 на фотографии, 14 из них сидят, читают свои газеты, может, это был английский вокзал, одна женщина только сидит, подняв голову наверх, ну, это, конечно, интересная параллель сегодняшним днем и серии того, что вообще-то люди всегда были такие. Значит, нектун в рыбах сейчас создает, возможно, знаете, эффекты потепления климата, потому что из-за потепления климата происходит что? Происходит изменение этого самого климата, в том числе потепление. Неожиданный вывод, большое количество дождей, наводнений и ураганов. Вот что происходит. Меняется климат и целые ураганы, ливни сваливаются на регионы, реки не справляются, это приводит к наводнениям, это приводит к бедствиям, бедствия приводит к гуманитарным акциям. Вот так земля и живет. На кого-то сваливается ураган, огромное количество людей, последний ураган, который был в Америке, несколько миллионов людей, подумайте, оказались беженцами, они вынуждены были выехать из этого штата, из родных домов. Не десятки тысяч, миллионов они стали беженцами, а Нептун планета беженцев, поэтому вот, пожалуйста, беженцы, Нептун в знаке рыб, потому что рыба беженцы, и Нептун беженцы, рыба это знак серодиношек. Потепление климата и экология, поэтому это поколение, возможно, будет за экологию, будет бороться против потепления климата, против обездоленных, например, против, ну, или помогая людям, которые лишены помощи, питания, лекарств, крова и так далее. То есть, по факту, мы в 90-е годы смотрели с гигантской иллюзией на положение высших планет в самой сильной позиции. А на сегодня я не скажу, что великолепно проявляет себя Нептун в рыбах, я скажу, что невероятно сложно он себя проявляет. В том числе, потому что отношение к факту уже, факт сейчас вообще ни во что не ставит. Сейчас невозможно даже доказать факт, что снял какое-то видео и все. Ну, кошмарная ситуация для журналистики. Вот. И полное доминирование в видео. Ну, вот мы представить не могли себе 15 лет назад, что будет вот это. Хотя Нептуна еще три с половиной года, мы еще посмотрим, что он нам принесет. Но пока Нептун, это беженцы. Пока Нептун, это видео. Пока Нептун, это ураганы. Это наводнения. Ну, и какие-то наводнения у людей в голове тоже. Будет, будет Овен, конечно, будет достаточно интересно. Как я вам говорил, я жду, что будет в районе 2025 года должен быть основан большой, мощный город сравнимый с Санкт-Петербургом. Но только мы не знаем, где, в какой стране. Но вообще, Санкт-Петербург был основан в очень похожей комбинации, как в 2025 году. А Овен – это что-то новое. Или новая религия, или новая столица, или новый потрясающий город. Вот. Будет интересно. А пока Нептун в рыбах будет так вот сложно. есть ли понимание по Нептуну в рыбах? Удалось мне как-то донести или нет? Так, ну, и карты я людей не нашел. По Нептуну в рыбах я нашел момент, когда объединились две большие компании, когда Facebook понял, что Instagram – это огромная сила, и за ним будущее. И когда Марк Цукерберг решил купить Instagram, Facebook я тут с ошибкой прописал. В общем, это дата приобретения Instagram, ну, и потом дальнейшего его развития. Вот. Начало 2012 года Нептун в знаке рыб. Значит, если кратко сказать относительно детишек, то детям, которые рождаются сейчас с Нептуном в рыбах, надо развивать знак Девы. Все, у кого дети рождались с 2000, там, какого года, давайте уточним, с 2011 года, да, с Нептуном в рыбах, родители должны давать качественную дозу Девы, а это значит учиться, 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 уважать факт, уважать экономию, развивать трудолюбие. Хотя это поколение молодых может сказать мам, пап, ты ничего не понимаешь. я сейчас в интернете на роликах заработаю столько, что ты будешь у меня отдыхать на Мальдивах. Но, что бы они ни говорили, наша задача как родители все равно воспитать их добрыми, честными, трудолюбивыми, с уважением к труду, к дисциплине и к факту это воспитание. Это воспитание Девы, потому что занос в сторону рыб, знаете, как перекос в сторону одной чашки весов, сейчас невероятно серьезный. Худший вариант это эмоциональное фанатичное восприятие мира и даже тенденции национализма. Когда игнорируются факты, искажается история в легкую абсолютно. Как надо, так и исказим историю. Вот это все с моей точки зрения сложные проявления Нептуна в рыбах. Конечно, я делюсь с вами моим осмыслением этого процесса. У других астрологов вы можете получить какое-то другое их осмысление. С моей точки зрения ключевые тенденции вот такие. Хороший вопрос, Елена, насчет Нептуна в Козероге сдержанного холодного немножко может быть черствого, надо развивать тему рака. Рак это теплые семейные связи. Рак это уважение к родине. Рак это завести кошку, завести цветы, учиться готовить, позвонить маме, навестить родную деревню и так далее. Восстановить свое родовое древо, почистить колодец, почистить пруд, почистить берег реки, вот это все уважение, проявление уважения к знаку рака. Ну что, файл по Нептуну мы закончили, можете подвести итоги. Что-то добавило это у вас в понимание астрологии, карты и в понимание 20-го и 20-го века. Полтора часа интересного такого неторопливого обсуждения и мы по-другому структурно понятно последовательно понимаем поколения исторические небольшие такие эпохи 20-го 21-го века. И это поразительно захватывающе, поразительно. Настолько, что мы даже забываем, где там моя Венера стоит, где моя Луна и так далее. Настолько это интересно. Вообще поколенческие крупные факторы. На этом файл по Нептуну мы закончили. Сейчас 10 минут перерыв и после этого мы с вами час обсуждаем вопрос Плутона. Плутона. Плутона.